Всем приветики! Я хотел бы рассказать вам свою историю о том, как я глотал трубку. Дело в том, что у меня гастрит, и мне назначили проглотить трубку, чтобы можно было посмотреть, что делается у меня в желудке. И это получается такая трубочка с камерой на конце, и ее засовывают тебе через рот в желудок и смотрят, что у тебя делается. И вот меня записали на 19 января, но у меня тогда не получалось, я позвонил, переписался на 24. И 24 января я пришел под кабинет, время было 12.30, мне на 12.50. Встаю, жду, и вдруг приходит какая-то женщина и говорит, что ей тоже на 12.50. И я немного напрекся, она еще даже талончик показала, а у меня талончика нету, потому что получается, меня, ну, по телефону запи... ну, я переписывался по телефону на другое число, и, соответственно, на это число у меня талончика не было. Я уже напрягаюсь, я думаю, а вдруг, вдруг меня не переписали, вдруг там, или там, ну, или они подумали, что записали, но на самом деле не записали, там что-нибудь не сохранили и все такое. Я уже напрягаюсь, думаю, ну вот, только зря сюда пришел, зря не ел, это же, получается, натощак нужно сдавать. То есть, получается, я с самого утра не чинил, потом пришел в поликлинику и вот стоял, ждал. Я уже напрягаюсь, думаю, вот, все зря получается. Ну, и в итоге, когда пришло время, мы с ней вдвоем заходим, и, типа, я говорю, у меня на 12.50, и она говорит, мне тоже на 12.50. И она дает им талончик. Они, как, увидели талончик, а я говорю, у меня ничего, я, типа, по записи. Они такие, ну, типа, до свидания, раз у вас ничего. Я такой, да как так, типа, я же записывался на 90-ое число. Она опять, даже не дослушав, говорит, ну, все, раз, 19-ое, до свидания, типа. Я говорю, так, я же звонил, звонил, и вы меня переписывали на другое число. Ну, и в итоге они начали там смотреть, и оказалось, что да, действительно, я записан. Они спросили, как меня зовут, там все такое. Посмотрели, что да, действительно, я записан в этот кабинет в поликлинике, а женщина записана в другой кабинет. На это же время, но в другой кабинет, в больнице. Просто там рядом больница, и вот, там тоже есть кабинет такой, где обследуют желудок, и вот она туда записана была. И получается, что она уже опаздывала, потому что время было где-то 12.53 уже, а ей в 12.50 прием. А она пока дойдет до больницы, так это вообще там, я не знаю, часов 13 будет. Вот. Так что я зашел, но они, получается, так уже на меня агрессивно были настроены, типа, они подумали, что раз у меня талон, значит, я сюда. А раз у меня нет талона, то я какой-то левый чел, который хочет проскочить. И они такие, типа, агрессивно на меня, типа, всего, до свидания, идите отсюда. Вот. И тоже как-то было не очень. А потом, когда все-таки все выяснилось, она ушла, я зашел, они такие, а полотенце? Я такой, я не знаю, мне не говорили. Они такие, ну, тогда идите в аптеку и купите там какую-нибудь марлю. А у них аптека рядом, получается. Я сначала вышел такой, а потом вспомнил, у меня же денег нету. Вернулся, говорю, а у меня нету денег. И они опять-таки недовольны на меня. Ну, тогда мы вам, типа, дадим какой-нибудь ветошь. Дали мне какую-то тряпку там, ну, ветошь, типа, ну, не то, чтобы тряпка половая, но какая, ну, короче, дали ветошь. А ветошь — это обычно кусок какой-то ткани ненужной, которым протирают, ну, что-нибудь. Там, типа, пыль протирают и все такое. Вот. И мне дали эту ветошь. И я на нее ложусь, получается. Вот. Ну, потому что, как бы, чтобы не заплевать там, не обрыгать их, ихний стол, кушетку ихнюю, так, как бы, ты подложишь обычно свое полотенце. А мне об этом не сказали, что нужно взять, и я пришел без полотенца. И они такие недовольные, ну, типа, получается, уже они меня сразу прогоняли, думали, что я не сюда, а потом недовольны, что я без полотенца. И я лег, а они должны такую в рот распорку вставить, чтобы ты, типа, шланг не закусил. А они забыли, они так, типа, были, ну, я не знаю, наверное, разозлины на меня, что они забыли даже про эту распорку. Вот. И она уже такая, значит, а, они еще спросили у меня, ел ли я? Я говорю, ну, я ел, типа, но в 4 часа утра. Да, да, перед тем, как лечь, они еще спросили, у меня ел ли я? Я говорю, я говорю, типа, в 4 часа утра ел, а сейчас, типа, уже 13. Ну, в 19.50 уже 13, говорю, 9 часов прошло. И они опять-таки скривили лица, типа, недовольные, что, типа, вот, сейчас там еда будет в животе. Короче, они как-то на меня максимально, они меня негативно восприняли, типа, вот. И я вот даже когда лег, они даже про эту распорку забыли. А потом она уже когда вставляла в рот этот свой шланг, трубку эту, она увидела, что нету распорки, такая, а где распорка? И мне вот только тогда вставили распорку, хотя должны были сразу поставить. И потом она такая, типа, инструкция провела, что эту трубку нужно проглотить, ну, как бы проглотить, и после этого больше не глотать. Глотать нельзя, только дышать ртом. Вот. И, типа, когда я буду дышать, она будет, ну, продвигать трубку вперед, ну, вглубь живота. Вот. И я лег, мне вставили, и она начала вводить трубку. Вот. И я лежал сначала с открытыми глазами, но как-то оно неприятно смотреть на то, что тебе в рот вставляет какой-то шланг. Не то чтобы шланг, а, скорее всего, трубку. Но она размером, наверное, с мизинец. Она довольно-таки толстая. Вот. И я просто закрыл глаза и лежал, дышал, как бы. Хоть я, у меня уже было до этого такое, что я глотал трубку, но мне каждый раз это очень тяжело дается. Она говорит, причем в прошлый раз они как-то, ну, в этом же кабинете я был, я за всю жизнь, получается, за 31 год три раза глотал трубку. Когда-то очень давно, и это было в другом городе, в областном центре, там трубка была тоненькая, в принципе, нормально все было. А это уже у себя по месту, а я живу в регионе, как бы. Вот. И здесь трубка намного потолще, и она прямо тяжело, прямо с ней. Она прямо очень здоровая. Ну вот. И что в прошлый раз я лежал, я аж прям вспотел весь, так напрегся. Что в этот раз они сказали проглоти трубку, я проглотил. А дальше сказали просто дыши ртом, но не глотай. Глотать типа нельзя. И я лежал и пытался дышать, но все равно срабатывает рвутный рефлекс, потому что они толкают тебе в горло, ну, в рот, в живот, как бы, эту трубку. А там же срабатывает, ну, вот если, допустим, палец засунуть в рот, глубоко туда, в горло, то хочется, как бы, ну, у тебя срабатывает рвутный рефлекс, и хочется, ну, выплюнуть, вырыгать. И то же самое здесь. Они там этим шлангом водят, и как бы у тебя срабатывает этот рефлекс, оно и хочется, и вырыгнуть, и все такое. Вот. Я лежал, я уже там где-то глотал, где-то дышал, где-то, ой, я не знаю, где-то отрыжка выходила. Мне так тяжело было. Тем более оно еще чувствуется, как он туда внутрь тебя продвигается, и ты прям чувствуешь, что у тебя внутри что-то такое есть, как бы, что-то такое мешает. Причем, чем дальше он заходит, тем как бы напряжнее становится. Я потом уже чувствовал в животе, у меня что-то такое есть, мне прям аж как-то так плоховато стало. Вот. И я лежал, мне было как-то, мне уже хочется, чтобы вы достали побыстрее этот шланг. У меня уже, ну, вообще как-то плоховато. Я лежу, у меня там и отрыжка, и слюни, и даже, я чувствовал как-то, и даже кислота эта, которая в животе, даже в рот как будто бы попала. И у меня уже и слезы текут, я лежу. А она еще туда засовывает через эту трубку, такую типа проволочку, с помощью которой берет, типа, отщипы. И вот три раза она у меня отщипнула. Три раза отщипывала кусочки от живота внутри. И потом... А, еще забыл. Получается, тебе сначала, когда ты ложишься, перед тем, как лечь, тебе прыскают в рот, в горло обезболивающее, и говорят, глотай. И ты глотаешь. И у тебя, получается, оно еще даже горло не имеет. Получается, тебе прыскают, ты глотаешь, у тебя не имеет горло. Ты ложишься, и только тогда они начинают. Вот. А тут она у меня, получается, отобрала эти вот отщипы три раза. Потом хотела доставать трубку, а она не тянется. И она еще такая говорит, я уже лежу, мне хочется, чтобы поскорее ее достали. Мне уже как-то плохо, я уже весь напрягся. Не то, чтобы плохо, а то, что я уже весь такой напрягся, я хочу, чтобы ее достали быстрее. Мне как-то уже неприятно, уже хочется, ну, как-то уже чувство такое, что я уже начинаю сильно напрягаться, нервничать, паниковать как-то. Ну, еще до того, как она сказала, что не вытягивается. А тут она начинает тянуть и говорит, не вытягивается И типа, ну я об этом не знал Ну как бы я просто лежу, все, я жду, когда она закончит Я уже прямо страдаю, напрягаюсь И самое интересное, что чем дольше трубка в тебе, тем сильнее я напрягаюсь Вот, хотя по идее нужно лежать расслабленному А я напрягаюсь Плюс еще периодически глотаю, хотя она говорила, нельзя этого делать Видимо, когда ты глотаешь, горло зажимается И, наверное, из-за этого может, типа, царапаться Потому что, ну она же не знает, в какой-то момент ты глотнешь Она все время сует тебе трубку внутрь А в какой-то момент ты раз и резко глотаешь И, естественно, получается, трубка двигается, горло зажимается, а трубка продолжает двигаться И эта трубка, получается, натирает и царапает горло И для горла это не очень И, ну мне сложно это контролировать, на самом деле Я вот так вот лежал И чем больше я лежал, тем больше я напрягался Я весь такой уже там съежился, там лежу такой весь Уже мечтаю, когда ее достанут Вот А она потом еще в конце, говорит, не достается Типа такой застрял Она пытается высунуть и говорит, что-то не идет назад Я такой глаза открываю, смотрю, а она реально дергает А она не идет, и я вообще еще больше начинаю напрягаться Думаю, ну вот Я хочу, чтобы вы ее быстрее достали А она сейчас будет, трубка у меня торчать изо рта Они не смогут достать Пойдут сейчас, вызовут какой-нибудь хирурга Будут извлекать это вот все Я вообще очень жестко начинаю напрягаться Начинаю уже паниковать, нервничать Но в итоге она как-то там, ну, начала шевелить Трубка пошла Вот И в итоге ее достали И я поднялся Весь такой Я пока еще лежал У меня там уже и слезы катились Ну, я не ревел там, не ныл, ничего такого Звуков не издавал Но с глаз у меня катились слезы как бы Так мне это все тяжело удавалось Я поднялся Взял эту ветошь Когда она уже наконец вытянула эту трубку Вытер слезы, сопли, слюни Все это выплюнул Вот Отдала мне, короче, бумажку С какими-то результатами уже А результаты этих отщипов сказала Что будут в кабинете врача Который назначал через 10 дней Вот Еще когда я там лежал Получается Вот под самый конец Когда она уже говорила Что там трубка это не идет Я так сильно напрягался Что я прям Когда она закончила И у меня доставали Изо рта вот эту распорку Я прям чувствовал Я только тогда заметил Как сильно я зубами ее сжимал То есть То есть Если бы Не эта распорка Я бы, наверное, реально Тот шланг откусил бы Потому что Я Я только Я только тогда Когда у меня начали доставать Эту распорку изо рта Я только тогда понял Как я сильно ее зубами сжимаю Вот Я так сильно напрягся Хотя, по идее, нужно быть расслабленным Чтобы она все легче проходила Вот И И все Я пошел домой У меня еще какое-то такое Этот день Ну Это уже было Я просто пошел к обеду И вот оставшуюся часть дня У меня как-то в горле Такое ощущение было Очень неприятно А на следующий день На следующий день У меня вообще горло Немножко побаливало Но потом Через день Она уже как-то начала проходить Но еще тоже что-то такое было Короче Три дня Я вот Ощущал в горле Что Как будто бы она у меня немножко Ну как Как все равно слегка побаливало Скорее всего Это из-за того Что, наверное Нужно было не глотать А я глотал Ну естественно Я же не могу это контролировать Оно само собой происходит Вот И Получается Что из-за этого Горло, наверное Этой трубкой Потерлось Там поцарапалось Я не знаю Что там было И У меня такое ощущение В горле было Как будто бы вот оно Раздраконено Как бы Все такое Прям Ну Как будто бы Вот Ну чувствуется, что Горло Короче Как Ну я не знаю Как побалило Ну ощущение в горле такое Вроде как боль А вроде как не боль Ну что такое ощущение Как Ну как такая Легкая может быть боль такая Ну вот Как вот если руки Сильно натереть Прям чувствуется, что Они так побаливают Так и горло Типа Вот И Ну уже вроде как Под прошло Но для меня Эта процедура Она прямо Очень тяжело дается Поэтому Наверное Если глотать трубку И Если есть выбор То лучше Обратиться Куда-то Ну просто Это получается Бесплатно По назначению А можно платно Там тогда и трубка Поменьше И Врачи Повежливее будут Потому что Эти прям Как-то вообще Сильно меня так Не восприняли То что Типа Мы вдвоем Пришли с женщиной Хотя получается Это она не туда пришла А они подумали Что я И на меня уже Начали агриться Типа Вот что ты сюда пришел И типа Давай до свидания Они мне прямо Так и сказали До свидания А себя я не начал спрашивать Что типа Вот как так Я же записывался Так они бы ту женщину Приняли получается А меня бы нет Хотя на самом деле Меня должны были принять Вот Плюс еще У меня не было Этого полотенца Они тоже еще На меня сагрились Типа Вот Потом из-за того Что типа Я поел Хотя там У них сказано Есть можно За 8 часов До исследования А у меня 9 прошло Тем более Я ел там Не какое-нибудь мясо Которое долго бы Переваривалось А просто суп Поел Вот Я еще кстати У них спрашивал Тогда Ну что было Была там какая-нибудь И да И они сказали Что не было Вот Так что Еще от отношения Тоже зависит По идее Ну как бы Они должны Нормально относиться К людям Не важно Что там и как Они вот так вот Как они В начале Вот это вот все Тем более Они должны Больше инструкций давать Я там Когда лежал Они мне сказали Наклонить голову Я потом я поднял Это даже никто не заметил Хотя по идее Если голова должна быть наклонена Они должны были сказать Что типа Что я наклонил снова Там или Или какие-то советы давать Когда мне там глотать Не глотать Они ничего Просто проинструктировали И все В начале И я еще не понял Зачем голову наклонять Получается Когда ты наклоняешь Получается У тебя У тебя проход в желудок Буква ИГ Получается Не проще ли Не наклонить голову К груди А поднять наоборот Вверх Как будто ты Как будто ты смотришь Вверх Ну вот если ты стоишь И посмотришь В потолок У тебя же Ну Горло выровняется И по идее Лучше же так Лежать На кушетке И подняв голову Вверх Тогда у тебя будет Ровный проход в желудок Чем согнуть его К груди И у тебя вообще Получится буквой ИГ такой Типа Ну углом таким Зачем делать углом Когда можно Сделать прямо Он всегда легче войдет Короче Я вот этого Я тоже не понял Вот Но мне это очень Тяжело дается Проще Ну это получается Бесплатный кабинет Здесь как бы Плюс в том Что бесплатно Все происходит По назначению врача Но лучше наверное В платном кабинете Все это проходить Потому что по идее Это во-первых Отношение сотрудников К тебе будет лучше То что ты все-таки Заплатил Все такое И от количества Платных клиентов Их же зависит Ну наверное Я думаю Чем больше платных клиентов Тем им лучше Типа тем им больше Наверное Может кинуть премии Вот И плюс там Должно быть Должны быть шланги меньше Потому что здесь шланг Он прям реально здоровый Тяжело Когда такой здоровый шланг Лазит у тебя там В глотке И как бы Мне кажется В платных кабинетах Он будет намного меньше Вот И будет легче Все это переносить Плюс То что Если то что Они мне так Этим большим шлангом В горле возились А я глотал В это время У меня потом еще После этого Денья 3 Горло Так как побаливало Сразу Денья 2 Денья 2 Наверное Чувствовалось Такое Что-то В горле Вот Но не сильно И в итоге В целом Три дня Где-то Вот это Все чувствуется А потом Проходит Но Самое интересное Что хоть уже Самые такие Основные ощущения Где-то Три дня Были А с того момента Уже прошло Сколько Наверное Неделя Или больше А у меня до сих пор В горле Как будто бы Немножко Ну как Иногда чувствуется Как побаливает Получается Вот горло Ну вот Если взять все горло И разделить его Например на левую сторону И на правую То у меня где-то С правой стороны Горло Иногда Вот как Такое Немножко Как побаливает Так вот Можно сказать Точечно Как будто бы Там Я не знаю Что-то зацепили Может быть Или что Или там Что-то Может быть Поцарапалось Этой трубкой Какая-нибудь ранка Появилась Не знаю У меня иногда бывает Вот В правой части горла Как побаливает Иногда Потом пройдет Типа До сих пор Хотя уже прошло Довольно-таки Много времени Так что Очень тяжело Мне далась Эта трубка Вообще Жесть просто Но в итоге Я еще там Пока лежал Они еще там Говорили Вот бы Кто-то там Хоть что-то Принес Оставил Это только Забирает Вот наши Там Типа Ну И Они сказали Что такое Марли бы Хоть кто-то Что-то принес Оставил Я им сказал Что я вам принесу Типа Не волнуйтесь Они сказали Не Не надо И в итоге Пошел в магазин После этого Купил три полотенца Два таких обычных Типа вафельных Ну Дешевых И одно Ну Нормальное Но они все были маленькие Ну типа как Для рук Такие небольшие Такие Сколько Сантиметров Сорок на шестьдесят Где-то так Такие прямоугольнички Чисто для рук Привез к ним Захожу А уже как раз У них был конец смены Я зашел Там уже никого Я захожу Говорю Вот возьмите полотенце Они такие Ой не Не надо Заберите А им три штуки Принес Они Не 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 надо Я говорю Ну я же вас забрал Они говорят Так тоже ветошь была Типа ну Типа тряпка А вы нам полотенце принесли Тем более видно Что они новые Я говорю Так я же Типа мне они не надо Я же специально для вас взял Они такие Не-не-не Не надо Я говорю Так я же К вам в следующий раз приду А что если опять забуду А так вот Типа вот Будет полотенце Они такие Ну забудете Так Мы вам дадим Опять ветошь И короче Не хотели брать Я такой думаю Ну блин Я купил и все это назад Понесу И такой говорю Ну хотя бы одну Что ли возьмите И они такие Ну ладно Одну оставьте И там еще врач И смел Типа уговорил Вот Я им одну оставил Ну такое Получается у меня было Два вафельных одинаковых И одно обычное Такое махровое Ну я оставил Им чисто вот такое Вафельное Ну типа Ну просто их два одинаковых было Так я им оставил Тем более Разве они уже так сильно не хотели Переживали что это полотенце Так я им оставил Ну как такое Оно как полотенце А вроде как и салфетка Но написано что это полотенце Вот Но оно без таких вот ворсинок Просто полотенце Чисто тканевое Вот И я оставил и все И поехал домой Вот так Так я побывал На приеме Как это он называется Гастрологический кабинет Или как оно правильно Вот И в общем Так это все прошло Так что Лучше конечно же Глотать трубку потоньше Чем тоньше Тем лучше Легче будет даваться Потому что Чем больше Тем вам Тем чем трубка толще Тем вам будет тяжелее Но разница в том Что Там где трубочки тоненькие Это платные кабинеты А в таких бесплатных Там обычные Здоровые Как бы Трубки Вот Так что Такая вот моя история О том как я Страдал Я реально страдал А я еще кстати Когда Ну она мне давала Там бумажку Забирала результаты У нее Ну перед уходом После того как Глотнул трубку Она мне еще сказала Вы плохо лежите Типа на исследовании Я такой типа Так я же типа Не специально Я что Я что-то типа Специально ргаю Там глотаю Говорит Оно само происходит Но она больше ничего Не сказала Но она Ну типа Как такое можно говорить Что вы плохо лежите Это ж Ну Каждый же человек По-разному переносит Кому-то Кому-то может быть Все равно Он может я не знаю И шланг проглотить Не знаю Кто-то вон и И мечи глотает Ну все эти циркачи Трюкачи А кому-то я не знаю Туда Ниточку за судью Он уже будет задыхаться У всех У всех же индивидуально Как такое можно было сказать Это вообще жесть Вот Ну в итоге Она Ну я ей сказал Что типа Я не специально Но она больше ничего не сказала Я забрал результат И ушел Вот Правда я как-то Непоследовательно Так рассказал То что Нужно было сразу сказать Что мне пырскали сначала А вот это то Что я сейчас сказал Правда то что Она мне сказала Тоже нужно было сказать А я уже рассказал в конце Ну блин Просто она Пока рассказывает Что-то забывается Походу что-то вспоминается Вот Такие дела Ну а на этом все Всем Покедова И Желаю вам Быть здоровым И И не попадать в такие ситуации Когда Вам в организме Чем-то будут ковыряться Лучше Пускай у вас все будет хорошо И вы Никогда Не столкнетесь С такими проблемами С какими Столкнулся я Или Другие люди Которые чем-то болеют Вот Ну а на этом все Всем Покедова Субтитры сделал DimaTorzok